Она терла кастрюлю и оглядывалась на меня, словно не узнавала. А я, так тоже простой, как деревянная линейка, с делениями, совал свои руки в карманных джинсов, вытаскивая лоточек, расческу, ключи, денежную мелочь, перачинный нож. Денег хватит только на цветы, уронил равнодушно. Я знал, что, пожалуй, пожилее сейчас начнется второй этап плача. Мир прозы и стихов Николая Ивеншева осязаем. Интерьеры, предметы можно мысленно потрогать, а историю примерить на себя. Автор родился в первое послевоенное десятилетие в селе на Волге. Учился в Волгограде, преподавал в Поволжье и Дагестане. Сейчас живет в станице Полтавской, подчеркивая при этом, что писатель вне географии. У него есть свой язык индивидуальный, не похожий на другие писательские языки. Это самое сложное для автора. Он его нашел. И когда ты читаешь его прозу или поэзию, ты сразу говоришь, о, это Ивеншев, это никто другой, его не перепутаешь ни с чем. Его проза настолько максимально насыщена символами, образами, словесными конструкциями, нестандартными, что ощущение плотности этой прозы, она буквально осязаема. Вот когда ты читаешь, ты чувствуешь эту мощь. Первый рассказ Николая Ивеншева «Тетя Щука» опубликовали в конце 80-х в журнале «Октябрь». Он проработницу кинотеатра, от которой доставалась безбилетникам и любителям семечек. «Тетя Щука» ее так называли, потому что она как бы откусывала людей, когда проверяла билеты в кинотеатр. А оказался добрейший души человек. Еще один противоречивый герой – пожилой мужчина, который едет в современном чистом поезде, но до слез скучает по тем старым купе, в которых прошла его молодость. Целый клубок противоречий в повести «Едоки картофеля» про то, насколько тонка грань между сумасшествием и общепринятыми нормами, особенно если на дворе то, что сам писатель называет «временем селфи». Там становится рядом, чтобы вместе застыть, охотнуть, клево, выскочит птичка, а потом эту фотку поставить на вид, дернув плечиком в общую речку. Собравшиеся поспорили, стоит ли так про современную молодежь. Творчество автора, как минимум, цепляет почти что крючком. Сам он считает, что похожим образом он подстегивает читателя к сопротивлению. Какая-то аура. Вот Гумилев говорил о том, что вот нас все-таки ноосферы там туда-сюда. Наверное, все-таки это есть. Вот сейчас вот эта ноосфера какая-то вот не очень хорошая. Вот она нас окутала. Думает, что деньги – это глава всего, это все не… А указывается, дашь этому человеку деньги, он все равно будет чувствовать себя не в своей тарелке. Сам он считает себя скорее наблюдателем и надеется, что поколение селфи рано или поздно сделает выбор в пользу уютного личного пространства. А лукошка на солнце горбата, жучка вытянулась с пола, и выглядывают маслята, как ребята из зубов. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.